Второй вопрос у нас о приобретении здания для Саратовского областного колледжа искусства. В этом колледже учатся 806 студентов, располагается в колледже в двух зданиях, оба здания ориендуемые, это Радищева-14 и Радищева-22. Это большая нагрузка на областной бюджет в месяц, которая составляет 2 миллиона 598 тысяч рублей в месяц аренды. Вот в прошлом году мы ставили вопрос о том, что надо здание какое-то приобрести, чтобы оно было ваше и не арендованное, чтобы мы маленькие деньги на аренду не теряли. Как эта проблема решается? Опять, напомню, что скоро вечерний год. Ведь год мы говорили, да, здание, которое, собственно, и не приобрели, но мы вынуждены в любом случае учиться и сейчас платить ту аренду, которую выставил, допустим, нам собственник. Последнее, вот вчера задавали вопрос, и последнее, собственно говоря, повышение 1100 рублей, это было собственникам объяснено тем, что мы все-таки лицензию получили на это здание, и он затратил свою сумму приличную для того, чтобы, так скажем, мы лицензию получили, и он как бы выставляет нам теперь денежные средства, те, которые затратили. Почему так? Аренда еще повысилась в 2019 году, потому что собственник предупреждал о том, если мы не будем приобретать здание, значит, аренду будет в какой-то степени нам поднимать. Что на сегодняшний момент, какая тема, какую тема мы рассматривали, в связи с тем, что был вопрос снят по приобретению этого здания. На Узенской 143, бывший строительный колледж, строительно-монтажный колледж, мы его не осмотрели, и предложений нам не было до этого, потому что там хотела разместиться Росгвардия в свое учреждение. Но так как Росгвардия потом отказывалась от него, и нам было предложено это здание. Значит, мы ездили с большой технической группой туда, и с колледжем, и с Министерством культуры. Что на сегодняшний момент? Конечно, все на сегодняшний момент нас устраивает. Это 9800 квадратных метров. Большой зал на 600 мест. Это два спортивных зала. То, что у нас никогда не было, и по нормам Санпина у нас должны быть спортивные залы. Там есть как раз те классы, которые мы можем сделать балетными. То есть там есть общежитие, которое на 350 мест на сегодняшний момент. Там есть большая площадка спортивная, которая там как бы для учащихся тоже. Это областная собственность? Значит, это федеральный собственность, но ее передают уже сейчас в региональную собственность. И мы с 1 сентября будем безвозмездное пользование иметь уже этого здания. Здание, конечно, находится в приличном состоянии, могу сказать. То есть оно не разобрано, не разорено, охраняется и отапливается. Это самый главный момент. То есть там, если косметический ремонт, заходи и живи. У меня бы есть предложение выехать на следующей неделе. Давайте. Ну, либо еще какие-то предложения, мы выйдем. Или если еще будут предложения. Да, если еще есть предложения, мы сферасим. Рассмотрим тогда два помещения. Первый, как самостоятельно, это восхищение предпринимательских баллов для собственных бюджетов этого помещения. Радющее 14 Геннадия Геннадьевича Горгаева. Это я говорю без всякой иронии, честно. Потому что когда на рынке цена за квадратный метр превосходит 450-500 рублей за квадратный метр. Здесь мы снимаем ее больше, чем в два раза по 1100 на круг с учетом подвалов, чертопов, подсобных помещений, трансформаторов. Просто нахуй на эти все. Более того, все собственные помещения, которые сдавали в аренду на момент пандемии, делали каникулы. Редко кто делал в два раза, практически делали нулевую ставку. А то, что вы говорите, что с его стороны существует некая спекуляция, что если вы не будете покупать, то он его продаст. И та цена, которая на выставлено была, ну, безусловно, никто за эту цену не купит. На Вите стоит кинотеатр «Победа», который моложе на полвека, построено здание с железобетонными перекрытиями, а не деревянными. И площадь копеечек в копеечку, один в один. И практически на 100 миллионов дешевле. И гораздо выгоднее расположено. Давайте мы пока, первый все-таки этап, чтобы сэкономить финансы, до какого числа мы должны съехать с этой дорогущей квартирой? Как сделаем ремонт? Поэтому я и прошу, чтобы не было такого иронии. Все смотрим, приходим к какому-то мнению и начинаем 200 миллионов, просим 200 миллионов человек ремонтировать на Бузенскую. Или там, понимаете, любое здание, которое мы сейчас, опять, любое здание, в которое мы сейчас зайдем, получение лицензии, это опять все, это все приведение в соответствии. Мне очень близко знаком комплекс этих зданий. Один первый вопрос, что будет делать с общежитиями? Общежития, они всегда были в таком предварительном состоянии. И здание не соответствует, я соглашусь с Сергеем Георгиевичем, оно действительно на границе от Сябрьского и Фрунского района находится. Не соответствует она современному статусу 21 века, чтобы там располагалась эта школа искусства. Да у нас ни одного такого здания, которое... Просто она не стоит. Можно вернуться к началу, еще немножко здорово. Мы так как-то, а в случае озвучили это, как норма. Ну, то есть, все аренду понижали, да, сейчас все равно еще пандемия там остается, не остается. То есть, будут какие-то действия совершаться, но, может быть, стоит обратиться, да, чтобы вернули, там, делали скидку, там, пересмотрели. Хотя бы за тот период, когда шла пандемия, ну, и она и сейчас еще у нас до конца не... Мы обращались не раз за это время, и с письменной, и с переговорной, по-разному, мы не раз обращались. Но так как наше здание не пустовало, к сожалению, то есть мы его не закрыли на замок, а почему? Потому что в это время шли музыкальные инструменты, в это время подготовка шла к онлайн-мероприятиям, как то и преподаватели в любом случае были на работе. А потом начались экзамены, и часть экзаменов принимались в здании, то есть у нас как бы двери не были закрыты. Смотрите, коллеги, мы сейчас выяснили два момента, и я все-таки предлагаю практическую плоскость вернуться. Вот какое бы мы здание сейчас не выбирали, то в любом случае год точно нам придется находиться там, где мы сегодня находимся, да. И это как раз вот то здание, за которое мы платим достаточно большие деньги. Сейчас, я так понимаю, договор аренды заключается каждые три месяца, поэтому имеет смысл, наверное, перезаключать договор аренды с новыми условиями. И здесь уже, так сказать, можно во всяком случае торговаться и вести переговоры, заключаем договор на более длительный срок. Соответственно, есть повод поговорить о самой аренде. Конечно, нужно просить ее снижать, потому что она просто неадекватна. Ну, мне неизвестно вообще на самом деле случаях, когда, так сказать, вот в этот период времени кто-то вообще платил аренду. Второе, чтобы ее кто-то повышал. Поэтому есть повод поговорить там и к совести призвать, и к здравому смыслу каким-то образом подумать. Ну, я считаю, что здесь есть над чем поработать. Второе, вопрос какой. Вот, смотрите, мы всегда бьем по хвостам. Вот вспомнили про этот колледж искусств, когда увидели в бюджете строку, когда стал вопрос, так сказать, о его покупке. Ну, мы уже опоздали. Мы уже переплатили денег за аренду. Мы уже, как бы, выбрали не совсем подходящее, так сказать, здание. И начали все вместе этим вопросом заниматься. Не очень продуктивно, но, во всяком случае, мы с общими усилиями. Мы как-то нашли решение, начали подбирать здание. Техникум будет, по-моему, другое какое-то здание. Ну, вот сегодня опять встает тот же вопрос. Давайте немножко наперед заглянем. Ну, вот кинотеатр Победы. Оно сейчас ничего, оно выставлено на продажу. Вот помните, был случай, когда был ДК Рубин, прекраснейшее здание, последнее из домов культуры, которое было в Саратове построено, лучше, пожалуй, акустика в этом городе. Сегодня там магазин. Мы теперь вот сокрушаемся, жалеем, а вот как бы он нам пригодился. Вот сегодня кинотеатр Победы. Лицо города, центральная часть. Давайте сегодня начнем думать, каким образом его, так сказать, вернуть в город, и чтобы оно могло приносить пользу. У нас еще полно там не обустроенных муниципальных, региональных каких-то учреждений, которым мы завтра будем искать опять помещение. Что касается, как бы, так сказать, вот этого колледжа или техникума, бывшего монтажного, конечно, надо быстрее туда выходить, смотреть, потому что чем раньше начнут осмечивать любое здание, тем раньше мы получим смету и деньги, тем быстрее мы начнем. Строительный сезон очень короткий, то есть у нас буквально есть там несколько месяцев для того, чтобы, так сказать, его осуществить все. И тем более, чтобы получать лицензию, там все равно понадобится, правильно? Поэтому, соответственно, и сроки эти будут достаточно длинные, и требования к качеству производимого ремонта будут очень высокие.